Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия пятница. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 9.00 выступление вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндеса. В 14.00 по GMT состоится выступление главного экономиста Европейского центрального банка Филиппа Лейна. Напомню, что Луис де Гиндес и Лейн являются сторонниками мягкой экономической политики Европейского центрального банка. Именно Лейн несколько месяцев назад как раз первым анонсировал неизбежность смягчения экономической политики ЕЦБ в ходе июньского заседания. И, собственно, это решение мы и получили. Сейчас ЕЦБ находится в, скорее всего, затяжном цикле раундов последующего смягчения политики, снижение ключевой процентной ставки, что создавало тогда и сейчас идеальные условия для того, чтобы на долгосрок евро мы бы оставили в числе аутсайдеров. Ну а про политические аспекты, которые я тоже озвучил в рамках этой недели, их тоже ни в коем случае не нужно сейчас упускать из виду, потому что, судя по всему, политика на какой-то период времени все-таки будет на передовой. Мы на нее будем делать больше акцента и на факт роста политической неопределенности, точнее, даже факт сохранения этой политической неопределенности будет еще одним условием, по которому евро вряд ли найдет поддержку среди покупателей. Если еще и доллар останется стабильным, а в этом я не сомневаюсь, то тогда, соответственно, горизонт слабости и снижения европейской валюты уже позволяет нам говорить о потенциале снижения в район отметки 1,05. Ну ладно, обо всем по порядку. Давайте начнем с индекса доллара. Текущие котировки 104.90, и мы, по сути, вернулись к психологической планке 105 пунктов. Нужно к этому уровню уже привыкать. Я надеюсь, что дальше этот рубеж будет использоваться в качестве плацдарма для дальнейшего роста, и мы увидим индекс доллара в ближайшие недели значительно выше данной планки. Да, на этой неделе есть определенные вопросы, были вопросы к данным по инфляции. Мы их ждали. Это статистика майская. Соответственно, по факту мы получили снижение по сравнению с теми показателями, которые были в апреле. Было смягчающее обстоятельство в виде решения американского регулятора по ключевой процентной ставке, и точнее даже на фоне риторики главы ФРС Джерома Павла, который признал то, что прогресс в ослаблении инфляции есть, но он все еще недостаточен для того, чтобы американский регулятор принял решение о смягчении национальной монетарной политики и присоединении к Национальному банку Швейцарии, к ИЦБ, Банку Канады, которые уже пошли на подобные действия. Для Павла очень важно получить еще несколько сильных отчетов по экономике, ну точнее данные, которые будут доказывать сохранение тенденции снижения инфляционного давления, и это означает то, что ну как минимум один релиз точно должен быть, потому что два месяца снижения индекса потребительских цен это пока что не тенденция. Если говорить по таким канонам макроэкономического анализа, для того чтобы были предпосылки для формирования тенденции, нужно наблюдать за какой-то определенной устоявшейся динамикой на протяжении трех месяцев подряд. Поэтому я предлагаю как минимум в рамках июня спокойно работать с идеей роста доллара, потому что мы только будем ожидать в рамках этого месяца, как же ситуация сложится с показателем индекса потребительских цен в рамках июня. В июле, буквально в первой декаде, будем разбирать июньский показатель, и до этих пор я уверен, что покупатели доллара будут все-таки опираться на жесткую риторику Павла, потому что Павл ясно дал понятие, фактически предостерег трейдеров от спекуляции на тему более раннего осмягчения национальной монетарной политики. Поскольку американский регулятор в лице Джерома Павла не увидел сейчас достаточно оснований, чтобы брать и корректировать вектор денежно-кредитной политики и снижать процентную ставку в сентябре, давайте не будем тогда сами выдумывать причины для этого, поработаем с идеей того, что ФРС может отложить это смягчение до конца этого года. Тем более, что точная диаграмма, консенсус прогноз политиков сейчас предполагает, что четверо из голосующих членов американского регулятора вовсе считают, что ставку не нужно будет снижать в этом году. Семь представителей считают то, что если она и будет снижена, то только лишь на 25 байсных пунктов и один раз. Я уже говорил, что вероятно это произойдет в ноябре-декабре. В целом ожидания по росту доллара в рамках этой недели остаются прежними. Закрепление выше 105 пунктов – это основной целевой ориентир и план на ближайшие недели. Золото – это 1304 доллара за тройскую унцию. Я ожидаю дальнейшего развития нисходящей динамики и ухода рынка драгоценных металлов, в данном случае этого инструмента, в район поддержки 2,250 и ниже. Европейская валюта против доллара 1,0740 уже отметил то, что сегодня у нас будет возможность послушать и Луиса де Киндеса, и Филиппа Лейна. Очередной намек на то, что ЭЦБ продолжит смельчать экономическую политику, может усилить распродажи главного валютного риска, тем более, что мы сейчас по паре евро-доллара находимся на значениях, с которых, по сути, открывали эту неделю. Это локальные минимумы, и дальше будем тестировать поддержку 1,07, потому что политические вопросы, которые тоже поднимались, они вряд ли будут способствовать улучшению рыночных настроений. Британская валюта против доллара 1,2750. На этой неделе было много отчетов, уже сделали соответствующие выводы, что макроэкономический фон ухудшается, но политические моменты тоже здесь не стоит упускать из виду, потому что Англия тоже готовится к парламентским выборам. В частности, сейчас уже прошел первый раунд дебатов между действующим премьер-министром Риши Сунаком и кандидатом на эту позицию главой либарийской партии Стармером. Да, 50%, даже чуть больше, одобрение именно по результатам первого раунда дебатов за Риши Сунаком, но 50 на 50 – это отсутствие какого-то тотального перевеса. Соответственно, ждем второй раунд, он, если мне не изменяет память, пройдет 26 июня. И до этих пор неопределенность на рынке сохранится, что будет выступать еще одним фактором снижения британской валюты. Рынок нефти по-прежнему без изменений. Я ожидаю снижения в районе уровня поддержки 80 долларов за баррель и последующего закрепления на более низких ценовых уровнях. Американский фондовый рынок здесь без комментариев. Новые исторические максимумы – 5 440 пунктов. Тестируем новые рекордные отметки и движемся к нашей цели – 5 500 пунктов. Думаю, то, что еще несколько дней и увидим данную планку. Доллар канадец – 1,3740. Тоже здесь без изменений. Все в соответствии с прогнозом. Ожидаем дальнейшего восстановления. Хороший фундамент в виде крайне негативного фона из канадской экономики, что позволяет нам говорить о высокой вероятности смягчения экономической политики в июле. Тем более, что на этой неделе возможности такого развития событий также подтвердила глава Банка Канады Дифф Маклем. И доллар иена, друзья, 157 с небольшим текущей котировки. Фактически ждем решения Банка Японии относительно программы количественного смягчения. Я думаю, что ее все-таки сократят. Это неизбежно. И даже если первой реакцией рынка будет рост валютной пары, не забывайте, что этот дуэт активов уже находится в зоне валютных интервенций. И в любой момент в случае угрожающего роста пары, например, к отметке 158, Банк Японии точно вмешается с очередной порцией вербальных, а может быть даже и нет, интервенций, что приведет впоследствии к росту японской иены против американского доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!